Кто-нибудь расскажет, что случилось? Ничего не случилось, брат Случилось, Берат Скажи своему брату, чтобы он наконец ушел отсюда К тому же Сейчас холодно на улице, он может заболеть Ты расстроишься, если я заболею? Причем тут это, не пойму Просто сейчас очень холодно на улице Хорошо, Бахар, ты иди внутрь, я поговорю с ним Хорошо Что происходит, братишка, что это с тобой? Теперь будет так, брат До тех пор, пока Бахар не поверит мне, я буду сидеть здесь Боже мой Твоя сестра звонила мне Они все там очень переживают К тому же Хандан тоже там, ситуация тяжелая То есть у вас с Хандан все кончено? Да Мы увиделись Я сказал ей, что не ее, а Бахар люблю Мы расстались Она, наверное, расстроилась Да, расстроилась Но что поделать, другого выхода нет Ну да, нет Все именно так, как и должно было быть Но это уж куда лучше, чем угадать людям Ну-ка, звони сестре Она очень переживает за тебя Потом позвоню Я сейчас ни с кем не хочу говорить Хорошо, но, брат, пожалуйста, никому не говори об этом Хорошо Я буду здесь до тех пор, пока Бахар не поверит мне Хорошо Кемаль, ну же, пойдем, брат Ты же замерзнешь здесь Кемаль, не будь ты упертым К тому же ты таким образом позоришь ее на всю деревню Бират, дорогой У меня нет другого выхода Я люблю Бахар Пока она не просит меня, я буду здесь Ну ладно, давай уйдем, потом вернемся и ты поговоришь с ней Послушай, Бират Мне кажется, что если я сейчас уйду, то больше никогда ее не увижу Не надо уговаривать меня, брат Ты лучший идей Ну ладно Пойду попрощаюсь с Бахар Что случилось? Вы уходите? Я ухожу Кемаль останется здесь Он не хочет уходить Что такое? Ромео не ушел? Какой он напертый Я не смог его убедить Кстати, они с Кандан расстались Я говорил тебе Кемаль тебя любит Бират Как ты можешь быть так уверен? Я уверен в этом Ты упертый, Кемаль упертый Ты уже прими решение, наконец Плохи дела Он заболеет, ляжет в больницу А потом я посмотрю на тебя Я свидетель Кемаль тебя любит Увидимся Клянусь, была бы я на твоем месте Я бы давно вышла бы к нему и сказала, что простила его Он тебе обо всем рассказал Он сожалеет об этом Чего ты так упираешься? Я понять не могу просто Сестра, выйди на улицу Скажи, что ты его простила Он там уже просто вот замерз Что случилось? Он ушел? Ну конечно, в конце концов Он сдался Скажи, тетя Сергея, спасибо Очень вкусно получилось Приятного аппетита Маточка, если ты продолжишь так баловать с Кемаль Он отсюда никогда не уйдет Не буду врать Я не думал, что ты такая упертая, Бахар Хорошо, ты на него разозлилась Я это знаю Я тоже на него разозлилась Не знаю, правильно ли, когда мама говорит Такой о дочери, тоже не знаю Ты его любишь или что? Послушай В такие заморозки Он всю ночь сидел под дверью Ждал тебя Он любит тебя, доченька Отпусти это Послушай меня Когда мы были неопытны Мама рассказывала нам Была одна принцесса Когда это было неизвестно Один из янычар Султана Влюбился в нее Ему не сиделось на месте Он взял, пошел И раскрылся принцессе Он сказал Вот так-то, так-то, так-то И так-то Он сказал, что я ради ее любви Готов на все Принцесса не поверила Сказала, знаешь Сто дней под моей дверью подождешь И тогда Я выйду за тебя замуж Айнычар-то так обрадовался Так обрадовался Он был вне себя От счастья От того, что услышал Ну и с той ночью Он поселился в ее двери Один день Два Три Снег Дождь Грязь Но он продолжал ждать Несмотря ни на что Он продолжал дежурить под ее дверью Ну а потом На 92-й день Он настолько сильно устал Ему было настолько больно Что он даже уже плакал От своей боли Не мог держать себе Но он не ушел Продолжал ждать у двери Ну а в ночь с 99-го На 100-й день Этот Янычар взял И просто ушел То есть Матушка То есть Что это значит Вот что это значит Все мы люди, доченька Не надо так сильно мучить его Да, ты думаешь Что он уже почти твой Его уже нет Я принесла чай Тебе лучше станет Чай не поможет мне согреться Тогда проходи в дом Мы как раз печер зажгли И это не поможет Поможет, поможет К тому же на улице холодно Пойдем домой Бахар Не знаю как на улице Но во мне с тех пор Как я увидел тебя Все горит Ты меня простила? Кемаль Да мы не будем на улице Это обсуждать Давай пойдем внутрь Ты не простишь меня Я понял Кемаль, я Ты зовешь меня внутрь Чтобы не опозориться Перед соседями, да? А я-то думал Что ты меня тоже любишь Ну ладно Тогда извини меня Кемаль Не уходи Брат Десятая серия Что это с тобой? Доброе утро, брат Доброе утро Ты просил у господина Хасана Этот саженец Он несколько дней лежит И что будет теперь? Да, одной знакомой нужно было Но уже не надо Знакомая, которой нужен саженец? Видимо, это не Хандан Ну и кто это, мне интересно Да не важно На этот раз я ухожу Ну не думай, что ты спасся В наше время сложно найти друга Который попросит саженец Цени его Знаешь, они так много настрадались Что дочь, что мать Но дочь Тюляя вернулась домой Она, кстати, твоего возраста Я знаю ее, тетя Назира Мы вместе с ней в первый класс ходили Она сказала, что влюбилась, пошла и вышла замуж за какого-то придурка И не увидела того красавца, который был прямо перед ней Знаешь сына нашего торговца, Та Сыма Помнишь его? Он был влюблен в нее Очень А она отвергла его Знаешь Мораль такова Не с тем, кого любишь А с тем, кто тебя любит И должна быть, чтобы быть счастливой Сыне этого человека Ну вот мы и на месте Дорогая Спасибо тебе огромное Донесла до сюда его коробку Спасибо тебе огромное Ну что вы, вам спасибо, тетя Назира С другой стороны, надо уже маршрутку садить Только будь осторожна Маршрутки очень быстрые Не волнуйся, тетя Назира Удачи тебе Спасибо Тетя Назира пришла Подожди, я открою ей Она сама откроет Дорогой Я бы сама открыла Просто ключи не могла найти Ничего, тетя Назира Мама и сестры Их дома нет Дай-ка я помогу тебе Ты одна, что ли, тащила их на ЗОЖ? Позвонила бы лучше мне Я бы тебе помог Ничего Одна девушка с нашей деревни Помогла мне Если бы не она Я не знаю, как бы я эту коробку Донесла бы до сюда Хорошо, мамочка Я тоже тебя целую Он тоже передает тебе привет Увидимся Она передает тебе привет Мои родители уехали в Италию На свадьбу Укана и Ярданы Они фоточки хорошие сделали Она мне о них рассказывала Кто такой Умар? Баскетбольщик Укан Ну, который моим одноклассником был в лице Он еще такой длинный Да, вспомнил Ну, конечно, по Ярдану сказал А сразу вспомнил Бред, Фондан Да я шучу, любимый Кстати, замечательная у них была свадьба Мама рассказала А вообще, неплохая идея, да? Свадьба в Италии Мучная курабия Я тебе сделала Интересно, понравится тебе лучше, чем у Фариды? Кемальчик Спасибо тебе огромное Ты дотащил Берата до дома Ну что ты назож? Берат мой брат Хорошо, что Бахар сказала тебе Она в жизни не дотащила бы его Кемаль Спасибо тебе Большое спасибо Не стоит благодарности Что она там сказала? Про Бахар? Да Кто такая Бахар, Кемаль? Подруга Ты ничего мне не рассказываешь Я не знаю, что происходит в твоей жизни Допустим, я не знаю этого человека по имени Бахар Кто это? А я дотащил Берата до дома Он был очень пьян Вот и все Это не все, Кемаль Я не про Берата спрашиваю Про Бахар? Я же сказал, Хандан Она соседка Берата Моя подруга из деревни Вау Подруга, значит? Ты теперь с деревенщинами развлекаешься? Хандан Веди себя прилично Не могу поверить, Кемаль Когда ты должен быть со мной, ты с этим Бератом В этой деревне? А теперь за какой-то деревенщиной ты орешь на меня Антон Мне же надоело это твое поведение Твое унижение людей Твое высокомерное поведение А мне твое поведение надоело, Кемаль Мне надоело, что у тебя нет нормального друга Надоело, что твой лучший друг Деревенский водитель автобуса Те люди, которые ты называешь деревенскими Твои интеллигентные друзья и близко к ним не встанут Все их лицемерие, двуличность Все это меня бесит, бесит Сестра, выслушай, прошу Кадер, что мне от тебя услышать? Скажи, что услышать? Ты хоть раз правду говоришь? Нет, ты всегда врешь нам Ну, сестра, я не смогла сказать правду Если бы мама узнала о том, что я завалила экзамен Она бы ужасно в тайне была Значит, ты думаешь о маме? Тогда будешь учиться И будешь получать хорошие оценки И будешь врачом с оценками, все нормально Этим маму не осчастливишь Ну, сестра, сестра, сестра Прошу тебя, сестра, выслушай меня Ну, сестра В следующий раз будет лучше Будет лучше оценка, обещаю Сестра, я тоже человек То, что вы пережили, влияет на меня Вспомни, нас хотели выгнать из дома, сестра Этот идиот Исхан нас хотел выгнать Мы были опозорены Что я могла поделать? Не могла заниматься Кадер Нас из-за тебя выгоняли Ты ведь это знаешь, да? Потому что деньги на арену Ты потратила на одежду Хотя бы этим не прикрывай свое лентяйство Ну, хватит, хватит Никому не интересует мое чувство Никому не интересно, как и зачем я поступаю Кадер Не надо То, что ты врешь И все эти твои поступки Не прикроют ничего, понимаешь? Все, что тебе нужно Это нормально учиться Нормально все сдавать Это единственное, что ты должна К тому же, та нищая жизнь, о которой ты говоришь Как раз таки, это единственный способ избавиться от нее Хорошо, я знаю Ты молодая, хочешь гулять, развлекаться И этому придет время Но не сейчас, сестренка Не сейчас Мои однокрупницы такие спокойные Ни о деньгах не думают Ни о больной матери не думают Они гуляют, развлекаются А теперь присмотри на меня, сестра Тебе не повезло, так как им Мы не такие везучие, как они У нас нет денег еще на год продлить тебе обучение Ну, таково наше положение Обрати на это внимание На наши возможности, на то, что мы можем Обрати внимание Возьмись за голову, сестренка Пойдем Я, пожалуй, уже пойду Еще раз поздравляю тебя И удачи на работе желаю Спасибо, тетя Сергей Увидимся Удачи Удачи, сынок Приходи еще, всегда будем ждать Но Так не пойдет Я вам доверяю в полной мере Но Эти места Не такие, где ты привык жить Все друг друга знают И сплетни быстро Разрастаются А по вам видно, что вы любите друг друга Я вам обоим это говорю, сынок Будьте осторожнее, ладно? И это для вас Я понимаю, тетя Сергей Вы правы Еще раз спокойной ночи Удачи Кемаль Твоя мама права Я с этим разберусь Сыночек Ну же, пей, родной Заходи, сынок Заходи О, капитан Ты что, выпила, что ли? Что такое, Назор? Что-то случилось? Нет, нет Немного выпил, но сейчас придет в себя Эх, брат, разве можно в одиночку-то, а? Разве мы не братья? Мог бы сообщить мне, выпили бы вместе Значит, не будешь говорить? Да нет, сынок И так голова раскалывается, пытаясь прийти в себя Ладно Приходи в себя, а я буду молчать Я приготовлю тебе кофе Нет, я это Назор Подожди Пойдем, если мы поговорим, мне нужно кое-что от тебя Пойдем Что такое, сынок? Назор моя Я хочу наконец видеться с Бахар, никого не стесняясь Ну то есть Я хочу, чтобы отношения наши носили официальный характер Ты все хорошо продумал, конечно Но с чего вдруг? Ну Завтра, с позволения Всевышнего, можешь попросить для меня Бахар? Слушай, осторожно, обожжешься, сынок Я? Да, ты Кто у меня есть, кроме тебя, Назор? А, Назор? Ладно, сынок Ты жизнь моя, Назор Дорогая моя Мне нужно идти на остановку Да подожди ты, сынок Время, что ли, сейчас идти на остановку? Слушай, я совсем забыл В таком состоянии хотя бы не иди Да все нормально Это срочно Слушай, Назор будет завтра просить Бахара, а ты идешь на остановку Мы что, не будем это праздновать, брат? Потом отпразднуем, но Сейчас мне нужно идти И, кстати Поздравляю Спасибо Уже не придется ни перед кем стесняться Если тетя Сергей скажет Да, то тогда наденем кольца Хорошо, сынок, хорошо Дел у меня много, много Эх, брат Эх, сынок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok